Привет всем! Сегодня у меня 40-я Camry гибридная, американка, и сегодня мы будем менять блок АБС. В чем проблема в этом автомобиле? Сейчас я включу зажигание, и вы увидите, в чем проблема. Вот я включил зажигание, и отчетливо слышно, что работает блок АБС. Основная проблема в том, что этот блок работает практически постоянно. Он выключается, включается, нагревает сам моторчик, который качает давление. То есть вот такая проблема. Я буду менять полностью блок. Вот он отключился. Через какое-то время он опять снова начал работать. Давайте посмотрим, какие ошибки в блоке управления. Вот я подключился. Ошибки у нас C1256 и C1391. Низкое давление в аккумуляторе и утечка из аккумулятора. Что интересно, что некоторые читают, что аккумулятор это аккумулятор электрический. Но нет, это гидравлический аккумулятор, который находится на блоке АБС. Так что не путайте. Все, зажигание я выключил. Сейчас буду менять АБС. У меня есть оригинальный блок АБС. На старом блоке АБС написано 44, 510, 30, 290. На новом блоке написано 44, 510, 30, 290. То есть отличается только там 70, здесь 90. А на коробке написан вообще другой номер, потому как в коробке идет комплект. То есть всякие крепления и все остальное. Поэтому сам блок здесь один номер, здесь другой, а здесь соответственно на этом блоке предыдущий номер. Что касается физической замены, ничего сложного здесь нет. То есть просто откручиваем трубки, я пережму этот шланг, чтобы не выходила тормозуха, откручу крепление и сниму фишку с блока. То есть в этом сложности нету. Дальше основные сложности в том, чтобы прокачивать и инициализировать блок. Приступим. Я пережимаю шланг подачи тормозной жидкости. Отсоединяю электрический разъем. Убираю его в сторону. Откручиваю боковые гаечки крепления АБС. Продуваю воздухом тормозную трубку, для того, чтобы здесь было меньше пыли. И закладываю кучу тряпок, потому как сейчас тормозуха будет идти со всех сторон, чтобы не попало на лакокрасочное покрытие автомобиля. Все, все уложил. Теперь откручиваю трубочки с ключиком на 10 и потом сниму вот эту вот подающую трубку. Все, трубки я открутил. Сейчас буду вынимать блок. Устанавливаем новый блок. Закручиваем тормозные трубочки. Что важно, закрутить их так, чтобы они не перекосились. Блок АБС я установил. Для того, чтобы установить, было сложновато накрутить вот эти вот трубочки. Поэтому я откручивал снизу гайки там. Две здесь и одна там. Чтобы блок можно было шевелить, чтобы наживить эти трубки. Потому как они заходят в алюминий. И если эти трубки пойдут не по резьбе, потом ее поправить резьбу будет довольно тяжело. Поэтому я стараюсь от руки закручивать вот эти трубочки, чтобы они пошли. Тогда уже потом поджимаю их с помощью ключика. То есть я их наживил. Дальше я подавал давление в бачок. А трубочки не закручивал. И подкручивал здесь штуцер. Подкручивал все трубочки. И смотрел, пока из них не перестанет идти воздух. Для того, чтобы в самом блоке АБС было как можно меньше воздуха. Все. Таким образом я прокачал трубочки. Как только пошла просто тормозная жидкость без пузырьков воздуха. Я зажал все трубки, зажал штуцер. И в принципе сейчас буду делать инициализацию. И потом прокачивать уже сами колеса, чтобы весь воздух уже вышел окончательно. После всего этого я здесь промою. Потому как тормозная жидкость разъедает краску. Поэтому надо обязательно все здесь мыть, промывать. Чтобы потом краска не послазила. При этом надо следить, чтобы жидкость не заканчивалась в бачке. Потому как если захватит воздух, в систему прокачать его будет еще сложнее. Давайте сейчас включим зажигание и посмотрим, как накачает давление насос. На новом насосе блок АБС пожужжал буквально 5-10 секунд. И все, теперь не включается. В отличие от старого. Теперь надо сделать инициализацию и прокачать колеса. Для начала снимаем колеса. Вешаем прокачку сюда. Затем снимаем клемму с аккумулятора. Аккумулятор находится у нас в багажнике. Снимаем клемму и прокачиваем передние тормоза. Смотрим за уровнем тормозной жидкости. Обязательно доливаем ее. Передние тормоза я прокачал. Ставлю клемму назад. И начинаю заниматься задними тормозами. Теперь прокачиваем задние тормоза. Заходим в утилиты. Нажимаем прокачка тормозов. Важно, чтобы у нас был двигатель заглушен. Паркинг брейк. То есть ручник стоял. Или в нашем случае ножник. Зажигание включено. Нажимаем next. Выбираем usual air bleeding. Специфик лайн. Это значит, будем выбирать какие качать. Выбираем правое колесо. Нажимаем ok. Все, сейчас надо подсоединить трубку и прокачивать тормоза. Подключил задние тормоза. Прокачку. Сейчас будем прокачивать. Нажимаю на тормоз. Идет прокачка тормозов. Здесь можно нажать и держать. Тормозуха будет идти сама. Периодически смотрим так, чтобы прокачать там грамм 100-150-200 тормозной жидкости. Когда прокачали достаточно жидкости, можно отсоединить прокачку. Зажать ее. И идем прокачивать следующее колесо. Нажимаем next. Next. Нажимаем левое колесо. Нажимаем next. И нажимаем на тормоз. У меня такая палка есть, чтобы туда не лазить. Ну и ждем, пока у нас не накачаются достаточно тормозухи. Что-то не прольется, какой-то определенный объем через задний сухарет. Доливаем тормозную жидкость. Теперь нам надо сделать инициализацию линейного клапана. Прежде чем делать адаптацию линейного клапана, нам надо сделать сброс памяти. Сброс. Выключаем зажигание. Ждем 3 секунды и включаем зажигание. Все у нас сброшено. Теперь делаем инициализацию линейного клапана. Заходим в ЕЦБ утилиты. Линейный клапан. Next. 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 В течение калибровки ABS лампочка может моргать быстро. Break Warning Light может моргать медленно. Все. Теперь ждем. 120 секунд. Пошел процесс. Иногда бывает на автомобилях, которые уже походили, пытаются делать регулировку линейного клапана, сбрасывают Reset Memory и уже после сброса она не восстанавливается, так как сам блок ABS уже сбросился в свои параметры, а новый у него не проходит. И поэтому до сброса было все нормально, а после сброса начинаются проблемы. Тогда надо менять весь блок управления и тогда уже заново делать инициализацию линейного клапана. В процессе инициализации могут быть слышны различные звуки, трески. Это все нормально. Идет калибровка. Так. Все. У нас все моргает. Если две лампочки моргают быстро, значит калибровка завершена. Когда у нас лампочки моргают быстро, значит калибровка завершена. Нажимаем Next. Нажимаем Выход. Yes. Смотрим ошибки. Ошибок нет. Теперь проводим еще одну инициализацию. Заходим опять в утилиты. Нажимаем тест моды. Next. Проверяем, все ли у нас совпадает. Next. Ждем 5 секунд. Еще ждем 2 секунды. Все. Все. Все инициализации у нас пройдены. Еще раз проверяем, есть ли у нас ошибки в системе. Ошибок нет. Запускаем автомобиль. На панели ничего не горит. Замечательно. Отпускаем ручник. Все. Все круто. АБС у нас так часто не срабатывает уже. Завелся двигатель. Все. Замена блока завершена. Блок заменен. Тормозной жидкой сейчас дольем. Посмотрим, что было по уровню. Все готово.